Привет! В этом видео хочу рассказать как подключить AirPods Pro к андроиду. Часто очень спрашивают. Честно говоря, мне самому интересно. Постараюсь сделать видео без всяких склеек. Все получится как получится. То есть Bluetooth включаем, открываем эти AirPods. Добавить новое устройство. Так, что-то мы не то включили. Вот AirPods Михаил. Добавить новое устройство. Чего, оно подключилось уже? Оно исчезло. Так, наверное, подключилось. Так, поглядим, какой звук. И, скажем, интереснее он, чем в iPhone или интереснее. Это, кстати, бывший флагман, который стоит 15 тысяч всего на андроиде. Так, Play Music. На этом, конечно, андроиде. Это жесть какая-то. Play Music с рекламой. Ну, ладно, давайте попробуем. Так, что я могу сказать про звук? Где тут громкость? Громкость непонятно где убирается. Звук такое чувство, что лучше на iPhone. Ой, точнее, лучше вот здесь, чем на iPhone. Самое смешное. Как бы это не смешно звучало, но звук, мне кажется, интереснее здесь. Хотя, в принципе, этого не должно быть. Давайте другую музыку послушаем. Можно набрать, наверное. Вот я обычно слушаю. Сейчас уж точно поглядим, лучше она или хуже. Как бы это странно не звучало, но звук здесь ничем не хуже точно, чем на iPhone. Специально один наушник вытащил. Я даже скажу, что, наверное, даже такое чувство, что лучше. Хотя, в принципе, это... В принципе, даже я не знаю, как сказать, что это возможно, невозможно. Но звук более такой объемный. Самое интересное. Да, звук интереснее. Звук на этом телефоне интереснее, чем на iPhone, в котором звучат эти наушники. Но, так... Не работает никакое управление. Блин, да что такое-то? Не работает никакое управление, ни переключения на этих наушниках. Ну, тут еще куча рекламы на этом, как у Android, конечно, как всегда. Так, попробуем переключить. Переключать, переключает. Ну-ка, а обратно три удара, три щелчка. Три щелчка обратно переключает. Так, а включение шума... Так. В принципе, даже... Шумоизоляция даже включается и выключается. Удивительно, конечно, но... То есть, в принципе, если у вас Android, в принципе, можете покупать. Единственное, что с шумоизоляцией как-то непонятно работает. Насчет того, что переключение вперед и назад она все работает. Причем на 15-тысячном телефоне мне показалось, что звук... Ну, я не знаю, я уж не такой меломан какой-нибудь, но мне показалось, что звук точно не хуже, чем на iPhone. Мне показалось, что он лучше. Ну, это, в принципе, не должно быть такого, оно, значит, то же самое. Скорее всего, то же самое, либо даже чуть получше. Поэтому сами решайте покупать вам это или не покупать. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok